Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Чисел». И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги. Здесь говорится о смерти Мариам и о горьких водах Мерива, вода и скалы, грех и наказание Моисея и Аарона. Здесь, кстати, объясняется, почему Моисей не войдет в землю обетованную именно за эту оплошность. Далее говорится о том, что царь Едомский отказывается пропустить израильтян и о смерти Аарона. Итак, сначала о смерти Мариам. И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребли ее там. То есть произошло ее погребение на этом месте. Далее. Вот это очень трагические строки. То, что вменяется Моисею в вину, и если невнимательно слушать, то трудно понять, о чем же его преступление. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привезти нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скини и собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». Но, казалось бы, обычная ситуация для Моисея и Аарона. Народ начинает опять роптать, и Моисей и Аарон идут к скини и собрания, и начинают молиться Богу. Но то, что происходит далее, это то, из-за чего Моисей не входит в землю обитованную. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, то есть обратитесь к каменной скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им, то есть жезлом, воду из скалы и напоишь общество и скот его». И вот смотрите, что происходит далее. «Моисей послушно, и взял Моисей жезл от лица Господа, то есть из скини, как он, то есть Господь повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, Бог, сказал Моисею, скажи скале, и сказал он им, то есть людям, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Нам извести воду». «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его». Вот когда первый раз читаешь, даже ускользает внимание, а в чем же оплошность Моисея? он не исполнил точно то, что Бог просил от него. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему, то есть этому народу. Это вода Меривы, у которой вошли в распорю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Внешне, казалось бы, Моисей делает все правильно. «Возьми жезл», он взял жезл. «Обратись к скале», он обращается к народу. Было сказано «ударь поскорее», он ударил поскорее, потекла вода. И сомнение Моисея – это то, к чему надо прислушаться. «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И это причина, почему ни Моисей, ни Арон не входят в землю бетона. Кто-то скажет, что это очень строго. Дело в том, что, как часто я объясняю, со своих избранников Бог спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Потому что он хочет видеть их послушными, святыми, без всякой примеси, без всякой закваски, самостости. Далее говорится о действиях царя Идомского, который отказывается пропустить израильтян. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому сказать, «Так говорит брат твой, Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего, позволь нам пройти землей твоею, мы не пойдем по полям и виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогой царской, царской – это срединный путь, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Вот здесь Моисей обговаривает все условия, что они не будут идти по полям, то есть топтать посевы, они не будут идти по виноградникам, водой они уже запаслись у Мерива, и они не будут пить воду из местных колодцев, потому что такая толпа может и разрушить эти колодцы, и какие действия Эдома? Эдом – это дальние родственники евреев. «Но Эдом сказал ему «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». На самом деле, с точки зрения восточного понимания этики, эстетики, не помочь страннику – это преступление, даже в глазах язычников, того времени. «И Дом отказывает. И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большой дорогой, и если будем пить твою воду, то есть вот какая-то необходимость возникнет, а что значит большой дорогой? То есть большой дорогой мы не будем сворачивать там, где живут люди, там, где источники какие-то, вытаптывать поля?» Вот есть большая дорога, мы по ней пойдем. «И если будем пить воду, я и скот мой» – израильтяне могли подумать, что их все-таки подозревают в том, что они будут пить воду – «то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». А чего это может стоить, если кто-то прошел по твоей дороге? «Но он сказал, не проходи через меня». И выступил против него едом с многочисленным народом и сильной рукою. И так не согласился едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. То есть таким образом царь Эдома усложнил их путь. Эдом – это потомки Исафа, брата Якова. Далее говорится о смерти Аарона. «И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло всеобщество горе Ор». Слово «ор» мы уже с вами знаем, означает «свет». «И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор у пределов земли, и Домской говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему увод Миривы. И возьми Аарона, брата твоего, и Елезара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елезара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». Получается, что фактически Елезар уже выполнял служение первосвященника. Это мы видим. Аарон как бы устранился, а здесь уже и, скажем так, по закону Божию одежды Аарона, они перекладываются на Елезара, а Аарон должен отойти и умереть там. Но не очень понятно, что значит отойти, то ли отойти в сторону, то ли отойти душою и умереть там. Потому что, когда душа отходит от тела, это означает смерть. «И сделал Моисей так, как повелел Господь, пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Елезара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы». Насколько это связано, вот снятие одежд и смерти Аарона? Если священник не может совершать служение, он как бы мертв. Один священник, который был долго под запретом, где-то год, он рассказывал мне, что почти каждую ночь ему снилось, как он приходит в храм и ищет облачения. Ищет, ищет эти одежды, а уже начинается служба, уже пришли люди, а он никак не может их найти. Вот настолько тоскует душа любого священника по службе. «И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Элязар сошли с горы, и увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней». Итак, сегодня мы прочитали с вами двадцатую главу. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать двадцать первую главу. Спасибо вас, Господь.